Агробук Сорт для сложных предшественников Хорошая сильная пшеница Гром нам всем уже давно известен Очень много лет в производстве Есть конечно небольшие нюансы в его выращивании Это неустойчивость к урожавчине Но он по-прежнему находится в лидерах Дает очень высокий урожай И те кто знают его вот эту слабую сторону С ней прекрасно справляются И он также остается в обойме самых высеваемых азимой пшеницы Сорт Таня уже очень огромное количество лет в производстве Наверное больше 10-12 лет Один из самых лучших сортов по кукурузе на зерно Очень востребован кукурузосеющим поясе нашей страны Безостая 100 Один из новых сортов Которая показала и доказала свою высокую урожайность и качество Сорт Юка Он занимает большие площади Из наших южных районов Краснодарского края, Ростовской области Он шагнул далеко на север Сорт очень пластичный и урожайный Темирезика 150 недавно вошла в госреестр Сорт чрезвычайно пластичный, очень урожайный Качественная сильная пшеница Относится к группе среднепотних сортов Но я бы сказал, что она по сравнению с сортами Среднеранними, среднеспелыми Засух она не проваливается Одна из немногих сортов Которая дает стабильно высокий, качественный урожай В нашем хозяйстве в товарных посевах Большую площадь занимает Темирязевка Сорт Гром и Алексеич Эти сорта очень урожайные, пластичные И мы давно их возделываем ими очень довольны В данном списке из десяти сортов Шесть сортов представлены Краснодарской селекции Объяснение здесь мы можем найти очень простое Потому что основные площади зернового клина Это Ростовская область, Краснодарский край и Ставропольский край Так сложилось за последние, наверное, пять лет Что интенсивные краснодарские сорта Практически полностью вытеснили сорта других селекций в нашей зоне Это связано, естественно, и с результатами самой селекции Потому что она совершила, я считаю, достаточно большой прорыв В увеличении урожайности И плюс в изменяющихся условиях Улучшилась агротехника, увеличилось количество вносимых удобрений И сорта это более интенсивные направленности Соответственно, они стали давать большую прибавку У нас существует пятерка сортов Пятерка сортов, которые мы постоянно у себя выращиваем в производстве Вот у нас где-то порядка трех сортов являются флагманами производства И они имеют довольно-таки уже продолжительное количество лет Уже представлены на наших полях И пока какие-то новые сорта их полностью не могут вытеснить То есть появляется какой-то один, второй новый сорт Но впоследствии выращивания они все-таки в среднем многолетней проиграют тем старым сортам И такие вот достижения, как Гром Таня, к примеру, до сих пор пока под вопросом, что их заменит Несмотря на то, что уже появились эти Мирязевка 150 и Алексеевич Я считаю, что здесь две тенденции Одно, что Гром и Таня не сокращают своих пассивных площадей Вот этих ведущих зерновых регионах И плюс завоевывают себе место под солнцем в более северных областях Соответственно, ну, центральной России, так мы называемой Соответственно, для них это новые сорта То есть для нас это мы можем сказать, что это сорта более старые А для них это новые, потому что они ранее их еще даже не использовали Вот здесь, мне кажется, причина только в этом На протяжении уже порядка 10 лет наше хозяйство занимается возделыванием двух краснодарских сортов Это Таня и Гром Ну, наверное, прежде всего за стабильную урожайность Даже в неблагоприятные засушливые годы И 2021 год показал очень хорошую эффективность по Тане То есть по предшественнику Пармы Средняя урожайность по сорту Таня у нас вышла 44 центнера Но были клетки, которые давали и за 50 центнеров Та же самая ситуация по Грому Вот, в Круговую у нас вышла урожайность по этому сорту 43 центнера с гектара Но были такие поля по паровому предшественнику С хорошим фоном питания 60 центнеров с гектара получили урожайность И пока что мы не собираемся отказываться от этих сортов Под урожай 22 года посеяно порядка 1300 гектаров Тани И 1000 гектаров Грома Вот, ну, сейчас появляются новинки из краснодарских сортов Может быть, что-то на смену будем рассматривать А чем-либо, короче